Диск, как тебе заявление Володи на выходе из договора о запрете ядерных испытаний после Симоньян? Интересный тайминг выбрали, конечно. Для тех, кто в танке, давайте мимолетное пояснение. Несколько дней назад, собственно, не помню, у меня дни слепаются. Несколько дней назад Маргарита Симоньян выступила с охеренным предложением. А давайте, говорит, ебанем термоядерную бомбу над Сибирью. И все в рай попадут, а мы сдохнем. Или наоборот. Да не важно, похуй, взрывайте. И что-то как-то никто не остался в восторге от этой идеи. Маргариту Симоньян стали нахуй посылать даже вот прям въебнутые фашисты, которые за все плохое против всего хорошего. Даже они на нее посмотрели, такие, не, ну ты ебанутая. То есть там Z-Wing Core стали ее хуями обкладывать. Песков сказал, что не-не-не-не, она перегрелась. И типа это ее личное мнение. Дальше просто театр абсурда. Значит, Рамзан Ахматович Кадыров, про которого все, значит, все гадают, когда же он будет тихий дон, но он все не тихий дон. Он официально заявил, что он давно знает Маргариту Симоньян. Влад, выведи на экран. Он давно знает Маргариту Симоньян. И, конечно, она ничего такого не говорила, ничего такого в виду не имела. И бу-бу-бу. После чего Симоньян подала в суд. Значит, там какой-то депутатик написал заявление из-за высказывания Симоньян о том, что она призывает нанести удар ядерным оружием по территории России. Она подала на этого депутатика в суд. За клевету. И просто говорит, я такого не говорила. Я никогда такого не говорила. А теперь, оба-на! Ну и по Вашингтону долбить не придется. Мне вот тут один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывалась. Я не знала. Я же не разбираюсь в этом всем. Я не военный эксперт. Я, знаете, дура-баба в футболе ничего не понимаю. И вот человек, он инженер-радиоэлектроник говорит мне, а ты знаешь, говорит, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Вообще! Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которой меня сейчас снимают. Вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й. Так подожди! Не вы ли всей пропагандистской братьей? Много лет наперебой рассказываете, что 90-е были ужасные и кошмарные, и главное, что сделал Путин, это вывел страну из 90-х. Что нетрудно сделать, когда ты вступил в должность 31 декабря 99-го. А теперь мы кайф какой вернемся в 93-й. Угу, понял. Давайте сразу к расстрелу Белого дома вернемся. Проводные телефоны. Двушечка, или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Потому что иначе они смогут зайти в интернет и увидеть, сколько ебанутой хуйни ты произносишь своим ртом. Это отдельная тема. Сейчас не об этом. Ну, как минимум, вот это будет гора спречь. Каждый раз, когда дети возвращаются из школы, вот у всех есть телефоны, айпад у нас нету, почему нету? Я сказала, что ни у кого нету. То есть, эта опция, она остается. И это еще самое гуманное. Гуманное? И это самое гуманное. Ебало жителей сибирских городов им инжинировали в этот момент. Ребят, мы тут термоядерную бомбу бахнем над вами. Вы не бойтесь, ничего не будет плохого. Просто мобильники все вырубятся. Это ж так работает. Короче... Да, после этого она сказала, что она ничего подобного не говорила. А вот что мне не понравилось во всей этой истории? Во-первых, есть просто забавный момент. Несколько месяцев назад тогда еще живой Евгений Викторович Пригожин давал интервью в лесу и говорил следующее. Так вот, я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли, ядреную бомбочку-то на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Ну, это так, просто забавное совпадение, что называется. Это было несколько месяцев назад, пока Пригожин еще был жив. Что-что, а уж власть эту Пригожин точно знал, потому что он долгое время был ее частью. Ну, это хихоньки. А вот че вообще не хихоньки. Это то, что на ближайшем заседании Госдумы, нашей российской Госдуры, ее совет обсудит вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Какой интересный тайминг. Это Володин сообщил. То есть, примерно с гэпом в два дня Симонян предлагает взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, а после этого Володин заявляет, что... Мы, кстати, сейчас будем отказываться от запрета на ядерные испытания. А еще там Нью-Йорк Таймс выпускал материал о том, что какие-то испытания уже проводятся, как это обычно бывает. А еще Путин вчера, выступая на Валдае, заявил о том, что успешно прошло испытание крылатой ракеты с двигательной ядерной установкой Буревестник. Я понимаю, что мы живем вот в полном Оруэловском двоемыслии, но значит, сопоставьте. Путин говорит, что уже успешно провели испытания ракеты с ядерной двигательной установкой, а Володин говорит, что ну мы обсудим, можно ли проводить испытания ядерные испытания. Это если очень коротко. Че я об этом всем думаю? Знаете, это уже какая-то не смешная шарманка. Это воплощение мема про последнее китайское предупреждение. Ну, я не верю в то, что эти ебанутые применят ядерное оружие. Правда, я всегда вынужден теперь делать сноску, что в то, что эти ебанутые устроят полномасштабное вторжение в Украину, я тоже не верил. И по тем же самым причинам. Потому что это бред, ебанство и самоубийство. Но от вторжения в Украину их это не остановило. Поэтому не факт, что их это остановит от того, чтобы скинуть ядреную бомбу на Сибирь. Реально, просто имморжинируйте сейчас лицо жителей Сибири, которые такие вы че? Вы че похуевали, бля? Ну, ну, вот такие новости последние дни. Верится мне в это все с трудом. Мне кажется, что они все еще пытаются показать, какие они припизнутые мазефакеры и лучше с нами не связываться. Мне кажется, что это бравада. Город, трещат приборы, сквозь тонны боры, песка летят нейтроны, сбоят нейроны, сходят слоями стел покровы, войска гражданской обороны, бою с графитом несут уроны, призраков ждут вдовы дома, кто-то здесь прямо в процессе сгорит совсем, других настигнет позже цель. Продолжение следует... Продолжение следует...